всем привет привет решила снять где я нашла еще место для своих цветочков конечно мы очень рады да когда мы находим себе какое-то новое место ну вот здесь когда-то у меня стоял комод комод когда-то мы в нем нуждались когда-то он был нужен востребован но последние вот где-то наверное год я смотрю что он абсолютно пустой как бы места нам хватает в этом шкафу это детская комната ну как детская уже остался один сын меня жить второй сын у меня уже живет своей жизнью вот и поэтому ему вполне достаточно одного шкафа и не девочка да понятно что много нарядов у нас нет вот поэтому я вытащил отсюда этот комод на балкон так что на балконе теперь два комода и будет еще место куда ставить летом цветочки на балконе вот потому что здесь было неудобно ставить цветы на этот комод он загораживал полностью телевизор вот и не посмотреть был в общем неудобно непрактично вообще поэтому когда я придумала вот это место для себя я прям вообще вдохновилась так скажем какой-то такой открылся второе дыхание открылась до что вот у меня появилась вот такое вот место так что вот у меня теперь еще такое место здесь есть телевизором вот и еще вот там еще мой стеллаж тут мой филадендрон вот там меня кратончики мои на окошке стоят на полочке стоят цветочки тоже вот еще цветочки цветочки и все везде цветочки так что вот вот так вот я организовала себе новое пространство вот там я уже себе посеяла устому кто дачники садоводы если сидеть и устому то уже пора вот так что такие вот дела не знают как светку включить не включить ну вот этот филадендрон кстати так он у меня прям пошел расти прям такой он шикарный стал смотрите какие шикарные листы вот такая вот красота посмотрите что он прям творить стал вообще прям такой он классный надо там наверное подсветку под отключить и тогда можно будет и снять этот филадендрон потому что ну так нормально покажу еще раз вот такой он был такие были листы у него мелкие вот такие вот мелкие листы были потом с каждым разом он все наращивают вот как бы больше лист и больше лист да и в итоге такой вот огромный лист вот и прям вообще реально все таки хочу название то его узнать потому что стал мне на несколько филадендронов похож такой прям вот он шикарный классный общем балдею я от него сейчас покажу вам что у меня стоит теперь под телевизором так сейчас покажу так но вот сюда я перенесла вот эту огла на ему это вот большую огла на ему вот с таким рисунком вот таким листом интересным вот протирал ее недавно от пыли все равно пылится куда не деться от пыли никуда еще раз ее протирать вообще помыть ее надо так сюда я еще поставила лаказию по моему это венте мне так кажется что вот это венте тут она у меня стоит нас подставочки вот там внизу я ее связала чтобы она не рухнула отсюда подсниму вот так вот сделаем вот но она кстати нормально стоит как-то вот не мешает ей особо тут ничего не у меня тут все друг на друге так вот подсветку видите мне муж организовал за телевизором так что у меня они тут не в темноте так вот венерин волос я сюда поставила все бедное место найти не могла нашла вот эту огла на ему я сюда поставила тоже название ее не помню в не говорили но подписать как обычно я забыла опять все в пылих вот говорю пыль конечно вообще мгновенно налетает все тоже не знала то ли срезать ее то ли куда-то воткнуть вот на воткнул сюда не хочу ее срезать пускай она стоит так это моя кобра чко вот вот растет она у меня теперь стоит тут все таки что-то убрала я ее с окна поставила пока сюда а как-то еще на окне у меня так стояла кобочка моя что ну я ее особо не видела как-то она вот как-то вот стояла неудачно и я даже не буду не особо и не наблюдала последнее время с этим тут рост какой-то вот он так с лета и не растет представляете вот он появился но дальше не пошел вот растет потихонечку красоточка моя так вот так что еще сюда я поставила филадендрон силь силь как он называется то господи каждый раз я вспоминаю его название так в общем короче название то у меня нету почему-то там silver что-то там silver не помню какой-то там silver вот почему-то название я не переставила странно вообще всегда переставляют забыла в общем тоже сюда поставила вот собой филадендрончик вот он тоже растет уже резала я его не раз кстати такой он вообще прям без претензий серебряный лист красивый такая вот красота моя так ну там у меня тоже какой-то филадендрон что-то у меня вот такие такое с листами стала вот этим летом причем вот только пара листов что уж это такое не знаю вот это imperial red вот так что там то вот листик вроде нормальный а вот этот листик тоже какой-то он немножко с дырочкой чего с ним случилось не знаю вот но вот один лист там очень сильно я уж искал в интернете смотрела что не так может быть солнце было много потому что стоял он так у меня достаточно на солнышке вот палить его ну и этот мой как он называется то господи название то забыла ну в общем все поняли вот змея кулькас такой уже у меня красавчик большой я его вообще как-то особо ничем не балую он вообще стоял у меня все лето тут в темноте практически ну как-то найти солнце то все равно было в окна поэтому как ни крути но свет ему было достаточно конечно прямого там какого-то прям вот большого света у него не было ну не капризничает видите растет вот так что куда мне еще больше больше мне как-то будто и на красота да как будто вот такие вот пластиковые листочки кого-то он не настоящий но его недавно такой насыщенный зеленый красивый вот вот так вот у меня теперь тут стоит вот такая моя красота потому что все не знала куда чего распихать как бы вот тут у меня стояла лаказе 1 вот тут прямо шкафа ночью того тоже не все это не нравилось вечно и по ней дверью долбила сюда я теперь знаю чего поставлю в дальнейшем вот около этого шкафа по крайней мере тут именно для одного растения как раз будет место для высокого которые я скоро надеюсь приобрету ну вот так вот у меня здесь стало уютненько как-то вот прям я люблю теперь здесь есть сидит как-то вот прям вот вообще я вот какой-то прям вот уют в этой комнате ребенок как-то не сопротивляется делай что хочешь лишь камень кровать уже не ставила ну вот так что вот так вот вот так вот у нас тут дела кратончики мои на окошке там стоят вообще прекрасно себя чувствуют вообще такие молодцы брызгал их периодически форточку меня открыто батарею видите я закрываю вот что у меня не было этой сухости брызгаю чтобы не сохло в общем все хорошо с ними прекрасно они тут растут кстати вот причем все как только есть балкон достала вот все прям вот это вот нарастили вот это тоже сразу дал несколько листов вот этот сразу дал прям вообще несколько листов вот прям все пошли в рост кроме кстати вон того вот тут что-то не пошел вот а все остальные прям вообще манга манга там меня в другой комнате на окне он вообще такой стал шикарный скоро покажу пандочка кстати у меня выгорела стояла вот на солнечном балконе и под выгорела ведь стали вообще листы зеленые сейчас вот смотрю следующие листы вот они уже идут с этими как и должны идти вот так что все-таки ночью поняла сингониумы вообще не любят солнце вообще не любят яркий свет вот им надо вот что-то такое нейтральное такое вот так что у кого вы видите какая красота скоро откроется вот это тоже такой же вот он тоже видно по нему что вот и вон там еще у меня в общем очень много пошла прям пандочка молодец растет неудетый не огорчает ведь какой тоже вот она дала вот сейчас уже по осени вот а этот вот был по моему летний давит летний был лист вот видите как она не любит яркий свет вот смотрите как она лист порезала взяла так вот и порезала на две части модели так вот это уж такой еще не видала ни разу что так можно было так вот учитесь такие вот два листа на одной веточке предыдущие красивая конечно он да вообще суперская ну вот так вот немножко вам подсняла туда внуже чуть ничего и снимаем все все хорошо все отлично все шикарно так что вот вот на этой ноте я закончу свое видео всем до новых встреч всем пока пока